Всем привет, с вами Ольга Дуброва, а вы на канале Процветок. И сегодня я вам расскажу про многолетники, которые на одном месте растут очень длительное время. Мало того, что цветут, так еще сидят себе как деревья на одном месте и радуют нас. Это очень приятно, что в наш сад растения такие будут украшать каждую весну, каждое лето снова и снова, расцветать и расцветать. Ну что ж, приступим к списку. На первом месте я, конечно, беру лаванду, потому что нынче она очень популярна и заслуженно популярна. Как по мне, так и очень легкое выращивание растений. Ну, про стратификацию мы как-то с вами разговаривали, в том числе и лаванды. Может быть помните, может нет, но сейчас о другом речь. Для того, чтобы у вас был успех выращивания лаванды, приобретайте либо саженцы, либо семена. Именно лаванды узколистные. Это самое неприхотливое, самое устойчивое, морозостойкое в наших широтах растение. Потому что различные другие виды, разновидности, а тем более сорта, там французская лаванда, еще там какая-то испанская, наверное, есть. Они уже очень теплолюбивые и ненадежные. Это будет, так скажем, одноразовая покупка. Порадовались пышному цветению и все. Лаванда узколистная на одном месте может расти 50 лет. Ну, пусть это в тех условиях, где она привыкла и где ей комфортно, но в наших условиях 30 лет я вам гарантирую. Лаванды узколистной будет звучать ангустефолия по-латыни. Ее использование широчайшее, из нее можно делать даже десерты. Уже есть лавандовые тортики, лавандовые напитки. То, что саше, это понятное дело, очень приятный аромат. Ну, и, конечно же, букетики, которые долго сохраняют свою окраску и аромат. Следующее растение тоже один из чемпионов по долгожительству. И если вы хотите оставить цветочное наследие своим детям и внукам, то посадите неприхотливые сорта пионов. Есть сведения, что в некоторых регионах, это тоже там Япония, Китай, они растут и по 100 лет. Но я думаю, это касается видовых пионов, либо пионов кустарниковых. Пион травянистый на одном месте может расти без проблем. 30 лет, это я вам тоже даю гарантию. Красиво цветущее растение, огромные шапки цветов, есть с очень приятным ароматом, есть так себе ароматы. Но и окраска, и форма соцветия, они всегда будут вас радовать. После того, как пионы отцветут, не забывайте то, что надо срезать вот эти пышные соцветия, потому что, опадая на листву, они будут вызывать различные пятнистости. И это будет очень плохо сказываться на состоянии вашего растения. Следующее растение, которое тоже чемпион по долгожительству, это лилейник. Иногда, проезжая по заброшенным селам или дворам хотя бы Белоруссии, то видишь, все заросло, и уже и хата развалилась, а он стоит и цветит. И, конечно, уже цветение не такое пышное, но он живет. Если при минимальном уходе, то я думаю, что тоже 20 лет лилейнику обеспечено. И такое растение не требует никакого ухода. И, может быть, когда-то я уже об этом говорила, что декоративность его хороша всегда. И когда отрастает, очень рано весной начинается такое активное сочное отрастание, что тоже радует глаз. Трава еще не такая пышная, а уже стрелки лилейника готовы стартовать и радовать нас в сезон. После того, как отцветает, обрезаем цветоносы и остается сочная, бодрая зелень, которая также декорирует наш участок комары полетели до конца, до самой поздней осени, до самых первых заморозков. Окраска цветков самая разнообразная. В основном это желтые, оранжевые, кремовые окраски. Выбирайте лучше сорта, которые постарше, потому что современные сорта, они медленно нарастают, трудно с ними поделиться. И не всегда они являются такими уж очень устойчивыми и пышно цветущими. И хотя один цветок живет всего лишь один день, но так как их там очень много, то цветение длится очень долго. Следующее растение – это хоста. Скорее, ее функция – это декоративно-лиственное растение. Но есть хосты сорта и виды, у которых и цветки очень крупные, и даже с ароматом есть сорта. Возьмите хосту зибальда, у которой такие мощные серебристо окрашенные листья, и они как будто бы немножко гофрированные. То есть такая вот листва с сизым налетом, она редко встречается в природе в озеленении, и поэтому очень уместно в наших садах, когда мы создаем какие-то композиции. Конечно, на солнечном месте она будет лучше расти. И если в регионах, где более жаркий климат, то она будет предпочитать полутень. Тогда те какие-то полоски или узоры другие на листьях, они будут лучше проявляться в паутине. Ну, а если климат более прохладный, то, конечно, лучше посадить ее на солнечном месте, чтобы было побольше солнца, и тогда она ярче проявит свои декоративные качества. Ну, и весной она очень хороша, тоже диковинно так прорастает. Проростки свечки появляются первыми из земли, и так стремительно, прямо как какие-то солдатики встают из земли. Следующее растение, которое чрезвычайно полезное, оказывается, это бадан. Красиво цветет ранней весной, есть сорта с различной окраской соцветий. Они могут быть как насыщенно львового цвета, розового цвета, так и ближе к бледно-розовому. Бадан можно посадить просто в любое место и забыть. Оно выносит даже не только тень, ну, вернее, полутень, но и тень. И вы можете про него забыть, а потом обнаружить, что растет, все равно растет. Если предоставить ему волю, то образует целые настоящие такие куртины, благодаря своим утолщенным поверхностным корневищам, стеблям, можно даже так сказать. И предпочитает почвы, которые не то чтобы предпочитает, а выносят увлажненные почвы. Там он будет вообще очень мощным растением. Но и на сухих почвах тоже будет расти, не требуя особого ухода. Из, может быть, еще мало распространенных, но, мне кажется, заслуживающих внимания растений, это баптизия, которую еще называют ложной индиго. Баптизия – растение вообще североамериканское. И вот как ни странно, многие американские растения ведут у нас себя достаточно агрессивно. Это растение медленно растущее, компактное. Правда, высота его внушительная. Она может достигать метр двадцать и выше. Устойчивая, так как в естественных местах оно растет в прериях. То есть климат там еще ого-го какой. То есть засухоустойчивая, жароустойчивая. Баптизия относится к семейству бобовых. И поэтому у нее очень интересные цветы. И баптизия вас порадует в любом уголке вашего сада. Это будет такая динамичная фокусная точка. Если вы даже посадите одно растение. Листья и стебли, они насыщенно зеленые, даже синевой стеблей. Затем образуются крупные плоды, которые можно использовать для каких-то поделок во флористике, кто увлекается. Ну и декоративно это растение практически весь сезон. Зона устойчивости от трех до девяти. Так что привлекайте смело. И хорошая новость. Североамериканская, но при этом оно не сорничает. Не распространяет семена и не выстреливает корневища на приличных расстояниях. Поэтому будет расти компактно и долго на одном месте, без всякого ухода. Еще одно растение интересное. Когда-то я про него говорила, потому что уже очень оно приятное. И называется оно перовские. Такое милое название. Перовские имеет серебристые стебли, серебристые листья. И лавандово-голубые цветочки выскакивают на цветоносах длиною. Цветоносы рыхлые, поэтому там трудно сориентироваться. Но, наверное, сантиметров 20-30. И при этом создается такая воздушная ажурная куртина. Перовские – это вообще растение, которое не требует ничего. Растет и на сухих почвах. Не требовательно вообще ни к чему. Начинает зацветать уже в середине, возможно, июня, к концу июня. В начале июля так точно она уже будет цвести. Имеет специфический аромат, который кому-то может показаться неприятным. Но мне нравится. Такой вот терпкий, слегка полынный. И можно засушивать сами цветоносы. Они сохраняют серебристую окраску. И эти лавандово-синие цветочки также сохраняют длительное время свою окраску и не осыпаются. В композициях хорошо выглядит. Да и в композициях, которые мы создаем у себя на ландшафте. Аист полетел. Это к счастью. Следующее растение. Вероника аструн. Длинное такое название. Его еще называют корень калвера. Но это Вероника аструн. Вид его виргинский. Очень напоминает Веронику. Но в отличие от Вероники, у него очень красивые стебли. И само растение дает много побегов. И листики, в отличие от Вероники, расположены ему точно на стебле. То есть это будет выглядеть вот так. Вот так. Вот так. И получается как будто бы такая многоярусная этажирочка. А все это увенчается потом красиво изогнутыми такими канделябрами, длинными цветоносами. Окраска различная может быть. Но скорее это все розово-белые цвета. Иногда более насыщенные. Высота при этом от 150 сантиметров, 180 сантиметров. Место лучше выбирать солнечное. Там она будет проявлять себя краше. И цветоносы будут более компактные. Возможно даже для каких-то сортов вам понадобится опора. Потому что вот эти мощные цветы, которые образуются, будут изгибаться и клониться к земле вместе со стеблями. Зона устойчивости от 3 до 8. Поэтому практически в любом регионе можно ее выращивать. И что еще хорошо, что Вероника аструм также не распространяется семенами. Потому что скорее всего она их даже и не завязывает, мне кажется. Растение следующее, оно вам известно. Это астра, которая называлась раньше астронова английская. А теперь называется, так, сейчас я выговорю, симфеотрихум. Теперь так ботаники назвали. И теперь так вот она и будет звучать и продаваться. Это тоже, я думаю, вы уже заметили, что растение неприхотливое. Иногда, правда, может немножко так распространяться, но не очень-то и агрессивно. Ее триумф наступает в конце лета и длится до самой поздней осени. Обратите внимание, в магазине про цветок, в интернет-магазине так точно посмотрите, загляните. Есть еще сорта в наличии с различной окраской соцветий. Очень радостное, приятное растение, которое также не требует совершенно никакого ухода. Ну и пусть это будет, наверное, топ-10 все-таки, хоть я не люблю эти ограничения. Это шалфей дубравный. Вот уж растение неприхотливое и которое длительное время растет на одном месте. И порадует нас фиолетовыми, синими своими соцветиями. Совершенно не требует никакого ухода. Высота его может быть от 45 до 80 сантиметров. На солнечном месте, конечно, будет нарастать лучше. Образует такую пышную розетку, над которой выступают стройные красивые цветоносы. Ну и хоть растения эти долгожители и неприхотливые, для того, чтобы при совершении покупки все у нас пошло хорошо, я буду рекомендовать совершить еще одну покупку. Такая жидкость волшебная, которая называется «Растим цветы». Есть еще другие там и «Растим овощи», «Растим плоды», «Растим сад». Но «Растим цветы» преимущество вот этого препарата перед другими какими-то препаратами состоит в том, что оно будет помогать защищать растение от болезней. Затем ускорит сам рост растения, ну и его дальнейшее там развитие в течение сезона. Конечно же, должна повыситься декоративность цветов и пышность. Ну и, естественно, укрепит корневую систему растения. Почему? Потому что, может, кто-то слышал меня, уже я рассказывала про «Растим сад». Там композиция штаммов грибов, которая включает в себя микоризу. А здесь упор сделан на ризосферные грибы. Что такое ризосфера? Это еще одна история. Я вас посылала почитать про микоризу. А теперь почитайте про ризосферу и ризосферные бактерии. Дело в том, что это такой слой почвы, около корневой системы, около этих тончайших корешков, в которой поселяются полезные. Ну, мы предполагаем, что полезные. Они же там всякие могут быть. Но если мы будем проливать вот этим препаратом, то они поселяются полезные. И вообще в природе вокруг нас так устроена эволюция растений, что поселяются вот эти вот ризосферные грибы. И они помогают, во-первых, утилизировать то, что отмирают какие-то клетки корневые, выделяются определенные там сахара и еще какие-то вещества. Почитайте сами. Они это утилизируют и дают здоровье корням, и помогают им справляться со стрессами. И то, что я перечисляла, и способствует усвоению питательных веществ. И хотя в этом флаконе там много всяких бациллюсов, но это уже не сенная палочка, потому что кроме сенной палочки еще много вот этого рода бациллюсов. Ну и, конечно, здесь есть триходерма. А вы сами знаете пользу от триходермы. Объем 200 мл. Разбавляем 1 к 100. Это очень удобно. И от растения мы наливаем всего лишь 250 мл вот этого раствора. Поэтому очень экономный и выгодный препарат. И к тому же мы эту подкормку делаем один раз в сезон под растение. Так что пробуйте. Мне кажется, это очень хорошая история. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. До новых встреч!